Здесь у нас будет покраска, покраска пола, покраска стен. Стены у нас, три стены будут однотонные, одна стена у нас будет цветная, три цвета мы используем, и в одну точку эти цвета будут сходиться. Дизайнер придумывал? Нет, ну, мы сами. В новом учебном году две мастерские Нейнской специальной школы-интернаты приобретут современный вид и начинку, новые станки, отвертки и другие инструменты. Это стало возможным благодаря участию учебного заведения в конкурсе «Добра школы нацпроекта образования». В рамках этого конкурса мы должны произвести ремонт помещений, где будет не только ремонт, но еще и поставлено технологическое оборудование различное, дидактический материал для дополнительного образования у нас приобретено, для учебных кабинетов, для мастерских, для школьных, для специалистов, для логопедов, дефектологов, психологов. Всего в рамках проекта обновят и оснастят порядка 13 кабинетов. В каждом из них, а также на фасаде школы, появится логотип «Добра школа». Однако этого для комфортного обучения и работы недостаточно. Школе необходимо новое здание. Если говорить о коррекционной школе, то проект, соответственно, уже есть. Он пройдет в самое ближайшее время экспертизу, и мы будем выходить с предложением к депутатам, чтобы заложить средства на финансирование этой школы. Мы прекрасно понимаем, что необходимость в ней есть. Еще в одной школе города первой будет реализован федеральный проект «Точка роста», который подразумевает создание центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Там 11 принтеров в технологии, например. У нас впервые в школе появится 3D-принтер. У нас их не было, теперь у нас будет. И ребята смогут работать на 3D-принтере. Как говорят, это очень интересно. Можно делать очень много интересных вещей, поделок. У нас там появится современный компьютерный класс. Это уже приятно, потому что технику мы не обновили давно уже. А на месте ничего не стоит. И там же будут еще первые уроки в БЖ. То есть вот такой класс, в котором можно будет проводить 3 вида уроков. Необходимое оборудование уже закуплено и доставлено в Нарьинмар. Педагоги прошли обучение. Рядом с модернизированным классом расположится зона каворкинга. В ней можно будет проводить различные мероприятия. Там можно ехать в шахматы, там можно проводить внеклассные мероприятия. То есть такое тоже очень уютное помещение. В случае, по тому проекту, который у нас есть, там будут кресла, вот они там уже пришли. И, значит, шахматные столы и так далее, и так далее. Также к новому учебному году в первой городской школе будет обновлен гардероб. Естественно, лето, дети на каникулах. И это время, чтобы сделать ремонт, успеть сделать их до 1 сентября. Впечатление очень хорошее. Здесь, допустим, в первой школе будет создана точка роста, очень интересная. Ну и самая простая ремонтная работа – гардероб, система отопления. Все то, что, казалось бы, незаметно, но оно создает условия для учебы. Потому что дети должны учиться в нормальных условиях. Тогда у них будут и хорошие успехи по учебе. Серьезную модернизацию ждет социально-гуманитарный колледж. Он участвует в региональном проекте «Молодые профессионалы». В рамках проекта создадут четыре мастерских. Одна из них – по направлению преподавания в младших классах. В итоге здесь будут помещения, учебный класс с рабочими зонами, с компьютерами, с материалами современными по инфраструктурному листу, по компетенции преподавания начальных классов. И на этой базе будет проводиться демокзамик обязательно по этой компетенции. Будет проводиться вон скидз, как зона для вон скидз. То есть, не надо профиль? Да, для населения, не только для учебной населения и так далее. Открытие мастерских планируется в декабре. К этому времени в колледже появится не только класс для обучения преподавателей, но и мастерская ФАП, а также мастерская детский сад. Мария Даник, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».